Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на программе «Молитва, передвигающая горы». Тут мы делимся молитвенными опытами, рассказываем о том, как Бог проявляет себя в нашей жизни и молимся за решение тех вопросов, которые вы нам присылаете. Очень надеемся, что эта программа будет благословением для вас и ваших друзей. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите ваши молитвенные просьбы в строке комментариев, нажимайте на колокольчик, и таким образом многие люди смогут найти для себя надежду и утешение. Сейчас я приглашаю вас обратиться к Богу в молитве в начале нашей программы. Господи Бог наш, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Благодарны за то, что Хранишь нас, поддерживаешь Своей рукой и просим, Господи, чтобы Дух мой Святым присутствовал с нами и на этой программе. Пускай, Господи, имя Твое прославляется, а эти опыты, которые здесь звучат, в этой студии, чтобы они вдохновляли еще многих людей, доверять Тебе и полагаться на Тебя. Храни нас Твоей рукой. Молим и просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Перед тем, как я представлю гостя нашей сегодняшней встречи, как всегда хочу напомнить вам, что ваши молитвенные просьбы вы можете не только писать в строке комментариев, но и присылать их смс-сообщением на номер 916-827-8540. Также нам было бы очень приятно видеть вас в нашей студии и услышать о том, как Бог ответил на вашу личную молитву. Для подачи заявки на участие в программе звоните или пишите на номер 916-254-8182. Ну что ж, пришло время представить вам гостя нашей сегодня студии. А этого молодого человека зовут Алексей Бондарь. Леша, рада видеть тебя. Добрый день. Ну, давай несколько слов о тебе, потому что ты первый раз в нашей студии, на этой программе, поэтому, пожалуйста, откуда ты приехал? Ну, смотрите, как минимум в этой студии я уже не первый раз. А приехал я до вас из Украины не так давно, но и теперь разом с вами пробуем завершать какие-то служения. Ты пришел на молитвенную программу. Ну, честно, в общем, есть такое представление и понимание, что молитва – это удел, скорее, там, людей постарше, особенно наших бабушек, дедушек, которые молятся за детей, за внука, за все было, чтобы все было хорошо. У них есть достаточно времени для этого. А молодые, как бы, мы всегда в ОПХ, бегом, 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 и, как бы, находить время для того, чтобы остановиться, все переосмыслить, как-то, знаешь, провести время в молитве. Есть такое мнение, что это все же, повторюсь, удел не молодежи. Но ты на молитвенной программе. Какую роль молитва играет для тебя? Ну, смотрите, по-перше, я полностью погоджусь. С тобой так и есть, иногда не хватает, здаётся, что не хватает времени, просто сказать, «Боже, спасибо», и засну. Но чем больше ты проводишь время с Богом, в каких-то духовных отношениях, тем больше ты понимаешь, что Бог должен быть в жизни. А как раз молитва – это один из способов, чтобы общаться с Богом, чтобы выстраивать отношения. И, поэтому, на жаль, ты правый. И молодым людям этого очень не хватает. Но чем больше мы отдаем Богу время, тем больше мы получаем благословение, и тем лучше отношения, тем лучше я чувствую себя, если мы говорим про меня. Потому что эта вещь есть в моем жизни. И чем больше ты проводишь с Богом время, тем больше ты понимаешь, что Бог должен быть там. И это, мне кажется, должен быть в каждом. Такой вопрос еще. Ты помнишь тот момент, когда молитва для тебя перестала быть способом что-то выпросить и стала инструментом, через который ты строишь вот эти взаимоотношения, о которых ты говоришь? Или так было всегда? Просто это? Ну нет, что оно как инструмент для взаимоотношений? Да нет, конечно. Мне кажется, как и все дети, как и все маленькие люди в нашем мире, то, что ты и родители учили, сначала отец наш, и все, как стишок отговорил, потом ты начинаешь что-то просить, а потом в какой-то момент, когда ты стоишь более дорослый, я не думаю, что это стало давно, что я начинал как-то более осознанно подходить к этому. Я думаю, что это не так давно, может там, роки, 3-4-5 лет назад, когда ты больше начинаешь осмысливать, но это действительно происходит. И это, я еще раз скажу, цему служит количество времени, проведенного с Богом. И я помню, да, я помню, что, как это стало? Это были какие-то обстоятельства, или просто, ну то есть какие-то сложные обстоятельства, которые к этому привели, или это был все же путь таких размышлений, анализа? Да, это, скорее всего, был такой шлях розумев и анализу, потому что, и кто меня знает, они знают, что я, таки, могу погрузиться, что-то думать, а что я так сказал, а что так произошло, а кто виновен, а кто не виновен, а может я виновен, вот, ты же меня тоже знаешь. Так что для тебя это был путь такого анализа, да? Хорошо, ну а если посмотреть еще туда дальше, каким образом молитва вообще появилась в твоей жизни? это было все путем родителей, они как-то привели тебе вот это отношение к молитве, ну хоть какое-то отношение к молитве, или это был какой-то другой путь? Батьки, батьки, и то, что я с самого детства хожу в церкву, и вижу, что все молятся, молятся, треба тоже молиться. Мне приятно смотреть, когда там, ну на сегодняшний день, моему внуку, полтора, ему там год и восемь месяцев, и, как обычно, да, мы садимся кушать, мы говорим, все, помолимся, и он складывает ручки, и говорит, аминьи к концу. Вот, наверное, и так это все начинается, да? Я помню, как я был маленьким, мы собирались, мы собирались на детское служение в субботу, и я завж, и когда питали, кто хочет помолиться, я кричал, я, и я молился, и я помню один момент, когда он сказал, так, ты не молишься, давай, кто-то другой будет молиться, боялся, я хочу, я хочу, дай-то я помолюсь. Я вижу, что это наш такой, и все, и постоянно, как ты сказал, как стежок. Да. Хорошо, еще такой момент, вот сегодня, когда ты бы понимал, что ты обращаешься к молодежи, и должен им что-то сказать о молитве, о роли, значении, вот ты бы на что обратил внимание? На час, на час, который вы проводите с Богом. Чем больше проводишь, тем больше ты встегаешь, это, по-перше, реально, это работает. По-друге, тем больше, появляется раздумие, тем больше появляется какого-то тесного спілкувания с Богом, потому что, чем меньше, тем ты такой поверхностный, Боже, дякую, спасибо, великое, все, я пошел. А когда проводишь больше времени, то появляется момент, когда ты чувствуешь, что Бог, ну, он не просто что-то абстрактное где-то в небесах, а это, это что-то, это кто-то, с кем ты в постоянном контакте. Это странно, да, может звучать, типа, я с Богом пообщался, но оно, оно, оно про себя. Окей, хорошо. Ну, все же это программа, где люди приходят с какими-то опытами, вот как раз в сфере их взаимоотношений с Богом и как бы молитвы, самой молитвы. С каким опытом ты сегодня пришел к нам? Ну, с молитвенным, конечно. Ну, я понимаю, ну, что это за опыт? Как Бог меня благословит финансами. Окей, интересно. А что именно актуально для молодых людей? все еще можно говорить про финансы, любовь, або финансы. Ну, сталося не так давно, я тебе уже частично рассказывал и и питания різные задавал по цьому поводу, думаю, что сейчас поговорим. Но я почув недавно, как как мыслить евреи, что что в них относение с Богом это не так, как у нас, або не так, как в мене, по крайней мере, как в моем уявлении, что это Бог, это я, типа все. что мы партнеры, мы друзи, мы родители, мы близкие, мы не просто там десь тось отдельно. И говорили про финансы, я слушал, как евреи относится к финансам. И одна из вещей, которая мне очень понравилась, это то, что евреи говорят, типа, Боже, я тебя хочу взять в партнеры, давай, ты решаешь мои вопросы, я решаю твои вопросы. Дивно, сказать, Боже, я решаю твои вопросы, ты кто такой, что ты решаешь Божьи вопросы. Но, на самом деле, как показывает практика, реально. сейчас расскажу. И один из таких моментов, когда еврей говорит, Боже, я маю тебе повернути десятину, я маю тебе повернути десятину, сто тысяч долларов. Это означает, что Бог мает тебя благословить на миллион. И когда ты начинаешь с того, что я хочу повернути, то подход меняется, стаёт другой. И, окей, я сначала расскажу про маму. Потому что у меня эта история, эта разговора про евреев, про их подход так вразила, что я позвонил маме и говорю, мам, прикинь, вот такая история, я говорю, мне оно здаётся очень логичным. Потому что у меня появляются ответы на вопросы, а что такое десятина, и куда она, и наше она вообще. Деталь. Ну, и насколько я понимаю, ты сказал, что ты с детства ходишь в церковь. И я так понимаю, что вот эта тема десятины, она тоже тебе известна с самого детства. Конечно, известна. Но вот к последнее время тебе открылась какая-то другая сторона этого вопроса. Ну, навіть не інша сторона, а просто понимание, а что это? А что это? Да, наше. Потому что я говорил с одним пастором, и он мне сказал такую речь, что если бы евреи не принесли десятину, то это бы не вминялось бы им за грех. И тогда вопрос, а наше воно? Я пришел до такого висновку, что десятина это не то, что Бог хочет меня сдраться, а это моё благословение в будущем. того, потому что, моя логика така, да, были левиты, которые как-то существовали, и, по сути, израильский народ скинулся, и левиты делают какую-то справу, которую Бог сказал, и им есть за что жить, им есть, чтобы они не померли с голоду, как минимум. А Бог говорит, что я вас всех остальных благословлю, то получается, десятина это не то, что мне принесет благословение в будущее. Конечно, если считать, думать, я тебе дам столько, ты мне дашь столько, то так не работает, потому что Бог не всегда может повернуть это грешем. Нет, он может завжди, просто не завжди оно мне может быть необходимым, потому что сегодня у нас пятница, позавчора я был в Сан-Франциско, и едем на машине, и лопнуло колесо, и мы едем просто медленно по Донтауну, и я расстроился, капец, смотрю, другие колеса, тоже потерты, такие, что все, не звернул увагу. Поменяли колеса, поменяли все четыре колеса, это типа обошлось в нормальную копеечку, а потом я таки думаю, Боже, спасибо, что взял грешем, потому что если бы это переднее колесо стрельнуло на фривей, когда я ехал на скорости, то кто бы знает, что могло быть, что могло быть, потому что, Боже, спасибо, что оно стрельнуло в Донтауне, когда я ехал 20 минут, что ты это сделал своевременно. Да, Боже, спасибо, поэтому, иногда это благословение может даже выглядеть в том, что у меня не на фривей, потому что до этого буквально за полчаса я ехал по фривей, я ехал быстро, достаточно быстро, поэтому мне кажется это тоже благословение, которое Бог... Хорошо, вернемся к твоему разговору с мамой. Мама, звоню я ей, рассказываю, что я слышал, как меня это вразило, говорю, представляешь, все. Я так понимал, что маму это тоже зацепило, и маме это понравилось. А у меня мама помогает тату, и тату пасечник, он пасечник. Есть мед, и они его продают на базаре. И я звоню с мамой, может на наступный день, или через день. И мама мне говорит, ты знаешь, меня так Бог благословил, я говорю, рассказывай. Она говорит, ну, мы с тобой поговорили, ты мне рассказал эту схему. Давай, я хочу уточнить. Схема это как? Ты сказал, Господи, я хочу тебе отдать, условно говоря. Схема, как евреи мыслят. В этом схеме. И мама говорит, я приходил на базар и молюсь, Боже, я могу тебе отдать десятину, но если у меня никто не купит, то я не смогу тебе отдать десятину. И мама говорит, как я сначала стою, ничего, ничего не 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 великое, это значит, что мед это не такой ходовый товар, как хлеб. спрос не очень большой. И говорит, я стою, ничего, в какой-то момент приходит какой-то мужчина, сразу купит, раз, два, три, и все, и все, и больше никого нет. И говорит, я стою, так как, враженый тем, что он купил больше, чем обычно, и все, больше никто не купил. И говорит, это как раз то, что я молился, что, Боже, я хочу тебе отдать десятину, мне нужно это. И говорит, я верю, что это Бог благословил. Я говорю, ну так классно, значит, схема работает, значит, десятина это благословение. Как это? Я не могу думать, что я отдам какую-то количество денег. Нет, я маю, слава Богу, что я ей отдам эту количество денег. Это мое благословение в будущем. То есть, другими словами, ты хочешь сказать, что десятина это своего рода какой-то контракт или договор с Богом, когда ты вовлекаешь его в свое дело, в свой бизнес, и тогда ты рассчитываешь на его благословение. Я даже думаю, что ты его вовлекаешь в свое жизнь, не просто в бизнес. И, ну, мне кажется, в какой-то мере, да. Потому что Бог же сказал, что типа, я вас благословлю и так. А если вы еще будете со мной верны в контакте со мной будете, если вы будете отдавать, если вы будете с радостью это делать, то я вас благословлю. Слушай, а тебя не беспокоит, что это может быть такой, ну, меркантильной стороной твоих взаимоотношений с Богом. Ну, то есть переследуешь какую-то выгоду, а если завтра Бог не благословит, то тогда что? Ну, от, мне кажется, что в этом случае, точнее, не в этом, а взагалі, нужно подходить к этому вопросу, к благословению никак. Я вот записал Божий, ты меня не можешь вернуть. Потому что про десятину просто написано, что Богу Божию кесарю кесарю. Мы налоги платим, и Богу маем ответить. Но Бог говорит, что я вас благословлю за это. Поэтому мне кажется, мне кажется, что до этого нужно просто относиться как да нет, Бог благословит в любом случае. Если не финансовыми, то колесом, который лопнул на фривей, я в Донтауне. Поэтому это в любом случае благословения. То есть, смотря что, мы считаем благословением в своей жизни. Окей, ну а теперь как именно молитвный опыт, как с вами? Мий. твой личный. Не так давно. Я еду в магазин, заехал, купил все, что тебе потребно. А это было как раз после того, может, через пару дней, не знаю, после того, как я слушал про это мышление евреев. Мышление. Я заезжаю в магазин, купляю собі все продукты, выхожу на парковку, ставлю машину, еду, еду уже выезжать на дорогу и сидит без хатька. Сидит homeless people. Без дома. Бомж. Такая секунда, знаешь, это такая секунда, в которой ты думаешь, прям такой, целый круг ты проходил в голове. Я так думаю, так, помогли ему, не помогли, а Бог сказал, что надо помогли. Я так, а я еще посмотрел, как евреи подходят до этого дела. А евреи говорят, когда ты помогаешь бедным, в Библии написано, что если ты помогаешь бедному, то ты занимаешь Богом. Я так думаю, нужно попробовать. Я остановлюсь, открываю векно, говорю, здравствуйте, чем я могу помочь? Он так, поеду, я говорю, встай, поехали. Я не могу, у меня тут портфель дочки. Я так, ладно, понял, я прям возвращаюсь на этом месте и еду назад. Заезжаю в магазин и пока я иду, выбираю, что купить, молюсь. Я говорю, Боже, ты сказал такую вещь, в притчах написано, кто помогает бедному, кто занимает Богом. Я говорю, человек сидит, нуждается. Евреи говорят, что тебе будет это, как это, зачитаться, если это будет або нуждающийся, або вдова, або, типа, если ты просто человек, которая косила тебе газон, дасешь больше, то это не зачитается, потому что это просто твоя щедра душа, которая хочет, это твоя ответственность, чтобы люди, которые работают с тобой или на тебе, чувствовали себя хорошо. Это, типа, не зачитается. А вот таким людям, это моя галочка стоять. Я таки захожу, Боже, в Библии написано, кто помогает, бедному, кто занимает тебе, давай по этой схеме. У меня есть переживания, у меня есть проблемы, я там, говорю, ты знаешь, ты меня благословляешь, говорю, давай, я помогаю тебе, я же помогаю тебе, человек сидит, тоже же ее мое накормить, тоже же ее мое допомогти, то получается, я сейчас решу твою проблему, а ты решай мою, потому что у меня есть проблемы. Иду, и у меня такая совесть, внутри такая борьба, меня же Бог и так благословляет. То получается, не Бог меня мое вернуть, а я ему вертаю какую-то очень-очень дробную частину от того, что он мне дал за все жизнь. А потом думаю, стоп, в Библии еще в другом месте написано, где Бог говорит, что я вас и так люблю, что я за вас помер на Христе, не ждал от вас ничего. Но он при этом говорит, что если вы хотя бы будете что-то делать, то я вас еще больше благословлю. Я такой, я не Бог, ты Бог, ты всемогутный, я же не всемогутный. И ты сказал, что ты меня любишь просто так, и это я так говорю, все, Боже, у нас с тобой договор. Я решаю твои вопросы, ты решаешь мои вопросы. Я иду куплю то, что я куплю себе, не просто там какую-то ерунду, куплю то, что я куплю себе, все выбираю. Я не так много купил, но я смотрю на чек, 46 долларов. 46. Я такий подивился и молюсь, Боже, когда ты будешь мне вертать долг, дай мне мудрости, чтобы я понял, что ты мне вертаешь долг. Все, я помолился, собрал эти вещи, думаю, что я сейчас скажу этой человеке, которая сидит там. Седаю в машину, подъезжаю, даю ему пакет, он говорит, спасибо тебе большое, я говорю, не мне спасибо, а Богу, вы там, это не мои вопросы, я, это вы уже с ним разбирайтесь. Если вдруг тебе не надо было, а ты меня обманул, то все равно питание до Бога, Бог со мной потом рассчитает, все нормально. Я сел в машину, поехал домой, все супер. Наступный день, я на работе, звонит мне одна человек, с которой я співпрацював, потому что, кроме того, что я пробовал стелить полы, в минулому я занимался съемками, и тут я також пробую заниматься съемками. Дзвонил мне человек, для которой я делал відео, и мне удалось так, по голосу, что человек так чуть-чуть так, Леха, есть вопрос, надо удалить две минуты. Я говорю, хорошо? И он рассказывает, у меня есть один знакомый, с которым я співпрацюю в сфере недвижимости, и ему срочно нужно сделать відео. И не одна, там ему нужно сделать четыре, пять, тебе есть хорошая возможность заработать. Но он говорит, я за тебя учился, тебе нужно сделать максимально хорошо, тебе нужно постараться, потому что это серьезные люди, как выявилось, это реально серьезные люди. Я говорю, добре? какие-то вопросы, давай, он тебе позвонит, а ты ему позвонишь. Хорошо? И в этот момент мне приходит мысль в голову, так, может, это то, вчерашнее, что я допомогал, потому что у меня есть основная работа, которой я занимаюсь, а тут сбоку приходит еще еще что-то. Дополнительное. Дополнительное. Я так думаю, ну, если брать по десятине, то как минимум 460 долларов я маю заработать. Я так думаю, ну, добре, хорошо, но он мне говорит, там он прям солидный, он много, конечно, ты не наглый, ты адекватный, потому что люди тоже не понимают. Умывают считать. Да, умеют рассчитывать. А я, как бы, не планировал это делать, просто... Я звоню, мы обговорим, что нужно, как оно все должно быть. И сумма виходит, что мне не просто в X10, а в X30 или X20. Я такий, ну, классно. Я такий, я... Мы договариваемся про встречу, я встречаюсь с этой людьми, мы смотрим, что нужно, как... Обычный рабочий процесс. Оговорим, какая сумма будет за всю эту работу. Я такий думаю, так, я могу просто сделать эту работу, мне заплатят, я получу эти деньги, то, что я буду счастливый, а могу сделать лучше, чем я мог бы это сделать. Я звоню ему, говорю, что у меня есть идея, что мы могли бы с тобой сповпрацювать и дальше, но я, в свою очередь, постараюсь и сделаю так, чтобы ты получил набагато больше, чем то, что мы договаривались. он говорит, что классно, и у меня получается так, что я еще благословляю фотографа, который зарабатывает вместе с мной на этой работе. И все, приходит день, я все работаю, как мы договаривались. с мной приходит человек, который я также принял за свои деньги, не просивши в него ничего. Мы это все делаем, отдаем ему материал, и я смотрю, я с всеми рассчитываюсь, я смотрю, что остается мне, и мне остается немного больше, чем X10. И я так думаю, ну, это не благословение? Это не та вещь, про которую говорит Бог, что ты поможешь бедному, ты считаешь, что ты занял меня, я тебе верну, не переживай. Это приятно. И после этого я понимаю, что если я допоможу этой человеке, Бог мне может в следующий раз может быть по-другому. Не будет так, что в следующий день мне позвонить, как я работаю, давай. Но я понимаю, что это мои отношения с Богом, потому что когда ты делаешь какой-то бизнес с кем-то, когда ты маешь какие-то справа с кем-то, ты постоянно с ним на контакте, ты постоянно решаешь какие-то вопросы, ты интересуешься, как он. Я по себе скажу, я что-то взял, есть люди, которым я могу отдать то, что я взял, чтобы они это монтировали. Они зарабатывают, мне хорошо, что я разогружаюсь. И я с ними постоянно в контакте, я постоянно пишу, я цікавлюсь, как них справа, я цікавлюсь, как материал, на каком моменте весь этот процесс. И это отношения. То хіба, когда ты с Богом маешь какие-то права, хіба это не отношения? Хіба это не этот процесс, когда вы стоите ближе, когда ты, Боже, скажешь, дивись, у меня тут проблема, або тут проблема, або тут, дивись, как классно получилось, дякую. Когда ты скажешь, давай попробуем так. Хотя, я как человек, со своим скудным розумом, далеко навіть не уявляю, кто такой Бог и что Он может. Но мне кажется, это какой-то маленький крок на встречу тому, что говорит Бог и то, что Бог может. Мне подобается одна фраза, не ограничивайте Бога скудным представлением моего могущества. И это же действительно так. Мы иногда думаем, да, это не, а на самом деле Бог всемогутный. Это немного не в теме, но иногда, когда мне кажется, что я там не знакомый с какой-то знаменитой, я думаю, я знакомый с Богом, который знает любую знаменитую, которая когда-то была, есть и будет. То, может, я не имею больше? Да, ты знаешь, мне очень нравится вот в твоих мыслях такой смелый подход к этому вопросу, к взаимоотношениям с Богом. Как ты сказал в начале, что это не кто-то, кто где-то там, далеко, и к нему нужно только очень аккуратно и отстраненно, что это тот, с кем можно вот поговорить о своих проблемах, порешать какие-то вопросы, которые возникают. Хотя, видишь, мы с тобой чуть разные поколения, и я, у меня все равно возникает вот в этом всем такое опасение, чтобы эти взаимоотношения не перешли в такое, знаешь, как говорят, панибратство. Потому что, кроме того, да, кроме того, что Бог, он, да, он друг, он отец, он тот, с кем можно поговорить, поплакаться, высказать свои позитивные эмоции и негативные эмоции, он все же тот, перед которым ангелы, там, Серафиму, да, день и ночь, закрывая лица, говорят, свят, свят, Господь, Савов. И вот этот баланс, он где-то должен быть, ну, должен быть, я говорю, я другое поколение, и я так это понимаю, что он должен где-то быть выдержан, чтобы мы не переступали какие-то грани нормальных взаимоотношений. Но все же это очень приятно. Очень приятно, когда молодое поколение, оно ищет живого Бога, действующего, не какого-то на картинке или еще где-то, а того, который действительно проявляет себя в жизни твоей. Я хотел сказать, на рахунок того, чтобы это не перейшло, кордоны, чего-то дозволено. Это правда, но, смотрите, так как мы живем в Америце, и, ну, в наших краинах, мне кажется, это меньше, разповсюджено. А тут это больше, когда люди мают возможность отделить, знаешь, работу от дома, и стараться соблюдать баланс, что, так само, как и в бизнесе. У нас есть люди, с которыми мы можем говорить, что, хотя это не культурно, а есть люди, с которыми мы, мы так же маем отношения по справам, но мы держим какой-то расход. Мы держим эту марку, мы держим уровень, и, и так как, знаешь, так как Бог не отвечает тебе, так как люди, знаешь, когда ты ему что-то сказал, а он тебе что-то в ответ, и ты начинаешь кипеть, а что так? Бог по-другому дает. Мне кажется, что, все же таки, есть шанс для того, чтобы не перейти эту целью, но при этом, ты получаешь столько плюсов, того, что, даже момент, который не относится к справке, я грешна человек, я много делаю, чего неправильно, поступаю неправильно, говорю, думаю, но в моменте, когда я где-то грешу, мне приходят на думку мои слова, я беру Бога в партнеры, или Бог берет меня в партнеры, и я сейчас своего партнера обижаю, подставляю, делаю неприятно, если я этого себе не позволяю сделать в нашем физическом, в земных отношениях с людьми, тут, то, как я могу, яке я маю право это сделать с Богом, который меня благословит. Желаю тебе еще много опытов, не только в сфере финансов, а в всех остальных сферах, потому что, да, Бог очень многогранен, и Он как отец, Он заботится о всех сферах нашей жизни, и это классно, что такие опыты в твоей жизни есть, слава Богу. Аминь. Хочу обратить ваше внимание на одно обетование, которое мы находим в книге Левит. Звучит оно следующим образом. Если вы будете следовать моим установлениям и прилежно исполнять мои повеления, «Я пошлю вам дождь в срок, и земля будет давать урожай, а деревья в поле плодоносить. Молодьба зерна у вас будет длиться до сбора винограда, а сбор винограда до посева. Вы будете досыто есть и безопасно жить в вашей земле. Я пошлю вам мир на землю, спите спокойно, и никто вас не потревожит. Я прогоню из этой земли диких зверей, и меч не пройдет по вашей стране». В народе есть много поговорок, которые призывают нас к трудолюбию и старательности. Ведь вот некоторые из них. «Без труда не выловишь рыбку из пруда, терпение и труд все перетрут, от безделья дурь наживается, в труде воля закаляется». Эти и многие другие поговорки призваны призвать нас к трудолюбию и показать, что если ты хочешь достигнуть успеха и результатов, то нужно прилагать максимум усилий. Ведь надеяться-то не на кого. По большому счету я согласен с этими мыслями и высказываниями, но есть одно «но». В этой жизни не все зависит только лишь от наших усилий. Можно хорошо вспыхать землю, выбрать лучшие семена, использовать лучшие удобрения, но если Бог не даст дождя или же не вовремя пойдет снег или заморозок, то что будет стоить наши усилия? Да, мы научились обращать реки вспять, строим искусственные водоемы, каналы и орошения, но опять-таки, если не будет дождя или снега, то как эти водоемы наполнятся? Это лишь очевидные факты, а сколько есть деталей, на которые мы даже не обращаем внимания, но они могут быть решающими. Бог же обещает, что если мы будем проявлять верность его заповедям со своей стороны, то он будет верен в своих обещаниях. На страницах Библии есть одна история, которая случилась с Ильей и вдовой из Сарепты. Это было сложное время, народо израильский отступил от Бога, и за это началась засуха и голод. Бог посылает своего пророка Илью в Сарепту. Там, встретив одну женщину, которая была вдовой и сама заботилась о сыне, Илья просит ее испечь ему лепешку. И вот, как дальше развивается этот диалог. «Верно, как и то, что жив Господь твой Бог», ответила она, «у меня нет хлеба, лишь пригоршня муки в катке да немного масла в кувшине. Вот возьму пару поленьев и пойду приготовлю из этой муки еду для себя и для сына. Съедим это, а потом и умрем». Илья сказал ей, «Не бойся, иди домой и сделай так, как сказала, но сперва сделай для меня из этого, что у тебя есть, маленькую лепешку и принеси мне, а потом приготовь что-нибудь для себя и своего сына». Ведь так говорит Господь Бог Израиля, «Мука в катке не переведется и масло в кувшине не кончится до того дня, когда Господь пошлет на землю дождь». Третья книга царств, 17 глава. Друзья, сегодня Бог призывает и нас поверить, поверить в его обетование. Со своего его личного опыта я тоже знаю, они работают. А что вы думаете об этом? Кроме опытов, в нашей программе есть еще такой момент, когда мы молимся за те нужды, которые люди присылают нам на нашу передачу. Мы их постоянно показываем в начале программы, потом в конце программы. Люди просят о разном. У кого-то тоже есть проблемы финансовые, у кого-то проблемы во взаимоотношениях, кто-то борется с проблемами здоровья, кто-то переживает за своих родных и близких, за их духовное восстановление. Есть проблемы семейные, война в Украине, которая продолжается, к сожалению, еще. То есть масса разных проблем. И мы в нашей программе просим Бога, чтобы Он тоже проявил себя особенным образом для этих людей. Так как ты сказал, не всегда проявление Божье это вот реальные деньги, которые Он нам посылает. Он может решать эти вопросы другими путями. И хотелось бы, чтобы сегодня Бог каким-то образом дал понять этим людям тоже, что Он рядом, что Он заботится о них, что Он любит и что они могут брать Его себе в партнеры в решении любых вопросов. Поэтому я прошу тебя помолись за этих людей. Всемогутин Творець, Боже, мы дякуем Тобе за такой особенный момент. Дякуем Тобе за то, что Ты пребываешь среди нас. Я верю в то, что Ты нас сейчас слышишь и мы можем спілкуваться с Тобой, просить Тебе про что-то, дякувать Тобе. Ты, Боже, знаешь каждого и ты знаешь особенные проблемы каждого. Ты знаешь меня и ты знаешь, про что переживаю я. про что плачу я, про что прошу я. Ты, Боже, знаешь, кто в какой стадии находится своих проблем. Ты знаешь, кто мое быть в проблемах, а кто скоро из них выйдет. Боже, мы просим Тебе, чтобы Твоя рука была над нами, чтобы Твоя рука была над нашим розумом, над нашим сердцем, над нашим оточением, и чтобы мы могли уповать на Тебе, строить с Тобой отношения, не упускали возможностей, которые Ты нам даешь для того, чтобы эти проблемы решались. Пожалуйста, сделай больше, чем мы можем попросить. торкнись кое-что, кто сейчас пишет сюда, кто звонит Тобе, чтобы Ты помех ему. сделай, была программа молитва передвигающая горы. Мы очень рады, что вы были с нами в этой передаче. Желаем тоже вам обильных Божьих благословений, опытов с Богом, чтобы вы слышали, видели, сталкивались много раз с тем, как Бог проявляет себя в жизни людей. Желаем вам всего наилучшего. До встречи в следующем эфире.